Дрочите, мужики, не надо, в смысле? Субтитры сделал DimaTorzok 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 чем нахуй я должен делать блять блять это же ебало волка нахуй 2d шная блять сука дрочиловка не блять только секунду как бы ну я открыл и я уже начал понимать что оттуда может вы вылезти ебало нахуй а все понятно пизда все понятно блять чё блять дрочила сука единственные скримеры которые меня тут ебут это когда я блять даже на что-то байчусь и меня сучара просто в жопу начинает навштохивать блять сучья сына сыновская хуйня блять че али бар да ну нахуй блять меня этот пруд да чё тут такое-то блять да ёбаная блида срань сука я бы заебали на сейчас меня как бы в жопу-то уже на выгибу ищем где на дрочил блять но у дрочил как же ищу блять о не нужно блять меня щас походу уебать будут я фотографирую не трогать блять так тут целая получается метро и 2 не я должен 4 дрочилки найти прикол я возьму эту дуру блять блять они тут случайно не бесконечно пруд может тут можно сидеть и в арену металлур пробиться даже не понимает блять так ладно 4 наверное друг другом месте где-то тут же именно по всему дому надо дрочилы заставать блять блять лимит ту тегс блять блять как мне щас в ебэйло влетит а тут вон чё ладно пойдём по этому тогда блять щас меня ну щас меня вот схватит же блять за жопу-то на чё подожди это один и тот же уёбок или нет как я работаю менять а наверху то сейчас за лупки полезу я как же помню этот дом ебучий здесь же именно битва блять с этим серийным убийцей пидором сука убью нафиг о моя любимая это дрочилка во блять это мое любимое оружие она она именно такой же но лучше блять по дамагу и поэтому ну все блять скримак нахуй блять достань свою хуйню зеркалочку блять еще глина просто меня нахуячивает кстати кувалда там лежала может где-то замочная скважина мне похуй я лучше блять ёбану как этот именно страшилка блять а это я окно разбился махания сука шоу ёбки только в этом а все скримак а вот и слэш хаммер блять как же не заебали меня это форсить использовать это говно то что я не хочу нихуя использовал понятно да ладно хусь не тогда что это блять блять это это шмара нахуй вылезла ниндзя блять блять иди ты нахуй сука кто-то сзади сучара блять чё здесь же где-то должно быть держи в курсе черная хуйня все поняли то что и на зарписав за жопа блять произошла так странный звук от ударов и хуйты нахуй с ней короче здесь был до отталкиваться от низа и по какой залупе я ходил блять в общем вопрос вот по этой наверное не ходил я ж куда-то наверх там попиздячил а так она и ведет наверх так подожди так на первом то я нихуя не нашел или чё так это не кусок металла это уже крутой кусок металла это палка этого ёбка блять какая найдена была цифры вроде не были найдены я чуть не помню чё за хуйня а не все а все скримак сучара блять почему так сложно нахуй цифры найдены цифры найдены это залупа найдена нет блять вот это залупа не найдена короче стой это одно и то же или нет это одно и то же или нет вот это вот наверно вот это вот наверно да сука я же только что блять был бля где где нахуй где нахуй подожди Короче, цифры не найдены, нахуй Вот они, блядь Тут наёбка, пиздец Субтитры не найдены, нахуй Чего, блядь? Субтитры не найдены, нахуй Блядь Чего это за хуйня? Блядь, прохождение сейчас посмотрю, блядь, мне так впадло тут ещё ебаться Блядь, в какую же мне именно падлу ебаться? Блядь, в какую же мне падлу ебаться, это пиздец Чёмный путь, куда, блядь? Наверху, что ли, что-то там, блядь, наебись ты в жопу Блядь, тут можно ходить бесконечно, нахуй Я помню, что-то какие-то приколы связанные, блядь, с камином есть Где этот ёбаный камин, нахуй? Где этот ёбаный камин? Не он Блядь, какая за лупа Блядь, какой миррор, где оно, нахуй? Блядь, какой миррор, где оно, нахуй? Ой, как мне лень шарапиздиться, блядь По этому, блядь, этому, сука По этому, блядскому дому, блядь, как меня за души Блядь, я пришёл именно ебашить и ебальники, блядь Где этот миррор, блядь? В гугл Я не видел никаких мирроров Блядь, может внизу там, блядь, тут вообще зеркал не может быть, движок не тянет, ах Все зеркала сняты, типа Может внизу там, у ёбков О! Чё, тихо, и сос, и бог стати миррор Никто тут не нападёт Никто тут не нападёт О! 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 Это немного как, как и наш сериал-билер экс Их поднял твою жизнь и карьеру довольно близко Да, но почему? Может, он любит соревнования Может, он выбрал тебя, чтобы разговаривать И он пытался понять, что его враг Может, может, но... Не знаю По мне, кажется, больше всего ой там дрочил и вести гейт но из upstairs можно не надо что блять ебать с этой хуйню какая-то хуйня у нее что-то с этой с гравитационным приколом она как ёбнутая летает блять ну все скримак нахуй а вот он блять а вся пизда сака прям именно въебала именно на весь экран именно въебала именно на весь экран именно въебала именно на весь экран сука не могу пройти ёбаная ящик чё охуел блять час именно на весь экран бля а все пизда вот он блять вылезает а сейчас стало описка ну все короче здорово земля говном поминай как звали вспоминай как звали чо бля там кто-то бегал какой нахуй акс а щас походу мужики мне акс найду блять во мужики а вот здесь даакс нет ой чё так чё с ними блять они в этом доме охуевают а с топором зайдет сегодня мистер реча пиздец их уже тут валяется пиздец шоуал слэчхаммер блять а топор пиздец пиздец это вообще так надо делать надо ждать пидора с топором или чё блять тут игрушка то не выглядит от такого навала а во все пиздец я понимаю а чё в чем замес был вообще это уже проебал нить сюжетную блять чё что вообще за дом кстати блять ни хуя тогда не понимал и сейчас не понял блять и чё и нахуя мне сюда блять а все пизда здорово блять а я помню сейчас будет час он типа нам на его место так сделает пиздец 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 я именно я именно микро карлик и стою на нем все равно эксперт м с м пиздец м м м м м Вот как Андерсон сделал к его врагам. Наш человек должен быть близким. Будьте осторожны. Твоя аксессия лаборатория будет терминовано до сих пор. Наши граждане не хотят использовать ресурсы, когда ты официально на заседании. Феррол, слушай мне. Говори с Роза. Мы так близко к этому человеку. Я не знаю, какой плохой, инноценный шмак, но остановись! Сейчас! Возьмите в бюро! Добавьтесь, и мы поговорим! Есть вещи, которые мы должны поговорить. Я не могу это, Феррол. Тогда играй в твоей дороге, но мы найдем тебя. Повторяйте! Выглядит, как ты на своем, Томас. Я карлик. Карл? Карл? Он пришел домой. Я, мистер Тортурер. Не хочешь узнать, как это ощущается? Мы даже не половина. Карт-Сцена, началась какая-то прикольная. Ты знаешь, как это хранится! Я по-настоящему дождь тебе приду! Тур aura в моих руках! И бать на юбочку. Что там? Стой, а можно было нажать? Блядь! Сука, зря это, но... Чекпоинт произошел. Я бы попробовал нажать, блядь, и взять какую-то там хуйню, блядь. А что, я его тазером шмальнуть не могу? И где он, блядь? НО, БЛЯДЬ! Точнее, нихуя не пойму... Блядь! У меня, кстати, нет тазера. фонарик выключим чё за хуйня почему вообще здесь в какой-то комнате и баны я же на лестнице с ним дрочил там сука дед ебану так все именно последний у нее последний именно супер души лавка блять именно рэд на кромпейт сейчас будет почему в этой игре нет ножей вот таких и стилдон герри а в бензинь юитин томас как вы же у ебан а вот юз ютфайны сириал келориз юсу экспрессов и софт на дача с палец отрубить я уже вообще забыл про это Я должен сказать, что я был немного драматичен. Убили их так же, как они убили их собственных врагов. Ха-ха, немного весело, ты знаешь? Я получил хорошо. К сожалению, это уничтожило тебя в бюро. Но некоторые вещи уничтожили. После того, как ты больше не будешь помощником, нет причин, чтобы идти так же. Как бы ты любишь死? Я не любил методами торчащих. Тоже рискованно. Может быть, слетка по голове, как по дороге карвера. Ах, коротко и сладко. Или, может быть, болезнодор. Диссектировал тело, удалил внутренние органы, и лабил их для полиции, чтобы выстрелить. Хотя, по идее, здесь ему въебало выстрелят. Я так близко к нему, но я впервые приехал. Ха-ха-ха-ха-ха. Может быть, лучше, если бы уничтожил пальцы, мастер-мастер-мастер! Используйся. Дорогой! Матер-мастер-мастер-мастер! Без неизважно! Это вызвало всякую невероятность! Идем, уберем ее! чо хандаун типа уёб уёбок с челюстью это ответственный пидарас за всю хуйню кто это вообще тут же так и не пояснят не бать свет ты кто дядя я думал что это типа уёбок как у торка блять монстр а это какой-то хуесос пар которого все знают и 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 сука тебя сколько хп то блять залупа ты ебучая вообще с ебалом гвозди не почему вот блять вот почему гвоздей дамаг меньше чем вот этой горящей палки по сути если вот такой горящей палкой ебнуть не будет урона как от лазерного меча нахуй там ожога блять или чуть-чуть что-то типа того она скорее просто разъебется и вообще гореть перестанет выжжать на крампэйдж а все да тухнет он в карманы и прячь блять вы чё в спину-то ебёте и просто большая глина блять ебать у меня у меня ну не меня все земля говнище блять сука с этим я только сейчас заметил что тут появляется 2 ебла когда умираешь одно вот это вот еще одно типа фоном там глаза блять видно чё это за ебла блять блять а может как-то по умному проверяй блять что это сука нихуя бегать не умеет вот так вот да типа стравить уют мне кажется на этой тут расчеты был блять именно эта миссия именно миссия в мафии это загородная прогулочка блять и как он там называется чё берем чё за винтовка какой-то карабин гаран гарандов ских да похуй пять патронов это блять прикол я берем блять блять м14 лучшая винтовочка блять блять пройти бы игруча не и взятой Не юзая огнестрел. Блядь, это надо всю игру заново играть. Хотя можно чисто на изи, блядь, пробежать. Заспидранить. Блядь, меня там еще в жопу въебут. Сука, не дал добить, блядь. Блядь, чекпоинты на каждом шагу просто. Не, ну, кстати, вот этот деревенский уровень что-то не так хуёв, как мне казалось. Я бы даже сказал, заебись. Тут именно деревенская злоба. Но, блядь, кто вот этот хуесос, нахуй? Почему нету инфы, блядь? И не будь же инфы никакой. Блядь. Ты-то куда лезешь, хуесосина. Во-во, ебало. Хотя нет, это там нихуя не ебало. Там просто птица, блядь, или что там? Блядь, ебать на вал. А, кстати. Прибамбаса. Да ебаный рот, хотел, блядь. Всё, пизда. И эта мразь уже бежит, блядь. Ты, блядь, ебаный, сука, ниндзя, блядь. Ассасин, нахуй. Успокойся. Ебать он надрачивает, блядь. Охуенно. Да это тут рили, блядь. Resident Evil 4, блядь. Биошок, нахуй. Тут всё. Весь, всю индустрию спиздили с этой игры, нахуй. Хотя Resident Evil, наверное, в один год же вышел. Четвёртый. Ну, как тут Биошок спиздили с манекенового уровня? Это вообще пиздец, блядь. Быстро, 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 блядь. Идёт, блядь. Стоит, сука. А где, блядь, его тазер-то, ебучий, блядь? Как можно было тазер проебать? Он типа такой долбоёбик, блядь. Ебать твой рот, сука. Когда переодевался, блядь, тазер оставил там, нахуй. А телефон зато свой ёбаный не оставил, блядь. А, не, подожди, телефона уже не было, вроде. Ну-ка. Блядь, эта ёбаная палка хуже, чем деревяшка. Да, горящие деревяшки, это просто, как бы, ультимативный пиздец, блядь. Ещё и горит бесконечно. Блядь, жирдосина ёбаная, блядь, драчила ты, драчила. Да, куда ты? Мне кажется, этот удар больше дамажит. Блядь, всё, пизда. Блядь, какого хуя? Всё, мне пизда. Спасибо. Йоа, дэд, блядь. Нет, блядь. Как-то надо ему быстро надрочить, пока второй не пришёл. Впитать именно. Там всё равно аптечки лежат. Во. Ты чё, сука? Блядь, да. Блядь, где и так помба? Ладно, всё, короче. Фаталити не дали сделать. А мы сейчас подлечимся. Вкусненьким. Это что за уёбки, вот тоже, блядь. Ну, это-то реднеки, конечно, классический, блядь. Да ебать. О, всё, пизда. Сейчас, походу, мразь эта ёбаная вылезет. Бэль! Оружийник! Даже два, блядь. У меня тазера нету, заебись. А, две пули, да? Как в жизни, нахуй. Бля, походу, начинается шутер. Именно, именно Fear 2. Найс, выстрел, минус жопа, блядь. Субтитры, минус жопа, блядь. Ни хуя, я именно с винтовкой, блядь. Тень посмотреть. Блядь. Блядь, посмотрел, сука. Да шо за хуяня такая, а? Блядь. Блядь. Продолжение следует... 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 охуенно блять хватит дрочить ты чудо он блять блять нихуя себе а ну-ка давай сюда блять где это жирная матня блять ёбаная сука заебешь нахуй доебись ты в жопу бледоблядок ёбаный боже она баста я себе какой бомж блять да не пиздишь да такие навал это ебейш блять блять пизда нахуй это шо за хуета ёбаная блять и у меня вообще блять пизду у меня тазера нету ёбаный жопер понять пиздец на блять может тут натуре какое-то оружие блять ахуевшая валяется на вал ебанутый блять блять почему еще так долго это все происходит блять блять че то может показать и вот то что я щас в голову целился дает какие-то профиты И просто эти суки В обход идут, блядь Блядь, иди нахуй Блядь, да какая хуйня Ёбаная Сука Ну и пиздец, блядь, ёбаный сучи Бля, я не знаю, чё это Бля, мне кажется, гвозд хуйню взять надо Она супер быстро и выебет в жопу Да появитесь уже, хуесосы, блядь Ну Да иди нахуй, блядь, ещё с тобой говно дрочить, блядь 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 Ну пиздец, ну дай мне дрочилку, блядь Лечил Блядь, там топорный ребёнок Да пиздец, он меня на дохуя Да иди в пизду Да ебись ты в жопу Блядь, да какая хуйня из жопы вылезла Блядь Хули тут так мало места Блядь, что это за хераёбство Нейлс лучшая залупа, короче Блядь, это пиздец какой-то Блядь, ну ж вот здесь, это в темноте Это ебаный лежит какой-то, блядь Сука, я не знаю Дубина, ебина Ебейши меч, блядь Да хуечь тебе лежит Сука, ты шмароёб, ебаный, блядь Спустись побазарь Где? Хватит, блядь, беготнёй, ебаный, заниматься Ебейши Ну пиздец Ты, сука, бессмертный Глиник Так, надо какую-то позицию Занять, блядь, чтобы они не обходили Занял позицию Где меня обойдут на изи, блядь Ну всё, там меня уже ебут в жопу, блядь Сука, с топором, блядь Да ебейши ты, ванус Какая же хуйня Из-за лупы, блядь Подожди, я придумал, куда я уйду, блядь Я вот сюда убегу, нахуй Сука, с пиздец Ну Блядь, я думал, его тоже можно, наверное, на скрипте поймать Ваншот Охуенно, блядь А чё, сука, не за километр ты, блядь Меня подрочил, уебище Ебаная нахуй Так, заебись Заебала, блядь Блядь, я не знаю, брать топор или нет Блядь, у него рич хороший Ну, сука Да дрочи ты, жопу, блядь Уебок Чего, блядь Да, блядь, я прожал Я хотел полечиться А сейчас буду в жопу долбиться У вас жироёбских жироёба, блядь Пиздец А, всё, здорово Блядь 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 Ну ё блядь Чикпоинт ХУЁЁЁЁЁЕНТ, блядь Фух. 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 Смерть. Не понял. Не понял. Фух. Фух. залезает и а и и и и и и и и а и именно финальная рубиловка блять на сука ааа блочишь да ахуёчишь пацан а я должен был что-то сорвать там а чё блять дрочила ты хочешь и тебе вкусненько в принципе и поймешь какие из этих ебучих его кручение это удары блять а какие просто вы ебоны на да блять да я не пойму когда его когда он сука хуй поймешь когда он бьет блять хуй поймешь когда он в стане и когда просто стоит шо за хуйня бля я за бреки ты заплатил нахуй десять тысяч а кто это можно инфу блять а бля там все эти трупы переебались нахуй ебачий взрыв блять ни хуя музон ебанул звук ебанул блять такой же мы мальком уже давно подъехал машинка подъехала Ай, бля. Ай, блядь, везде. Мастерить один's fear and контролировать один's hatred is perhaps the most difficult thing one can do. Well, at least it's over. It's dead, and the killings will stop. Stop the car! No, no, you still don't understand. And he's done unspeakable things, even though those he killed were killers themselves. But he isn't responsible. He's not in his right mind. Stop the car now! Now. Open the trunk. He's a good boy. We were all good people. We were able to fight back most of us. My nephew was not as strong. He fell victim and destroyed so many things. We fought to save him. I must continue to do so. I don't care whether the sick fuck is in his right mind or not. Think of what you are doing. King. Both of you have a chance for redemption. Redemption? Listen, old man. You used me just like he did. You used me to save your precious nephew. A serial killer. You're no better than he is. You really know how to impress a lady, Thomas. Yes, if he is. I will keep them to themselves. Why the Lalo routine? I've been cleared of the murders, but my suspension has got me thinking. I guess I just, I don't know who to trust anymore. Yeah, tough break. Man, you look like crap. Yeah, I've been better. You said you found something interesting? Yes, very odd. A cult seems to be behind all this. We can tie them to the deaths of the serial killers investigated by your department. A cult? The man responsible was Leland Van Horn. Yes, I know. He manipulated both you and us. But where is he? We have no Leland Van Horn in custody. He... Look, I explained all of this in my deposition to the bureau. But a lot of unanswered questions remain, Thomas. It brings me to why I'm here. Maybe we could make better sense of all this, if just a couple more were found. But you did an incredible job considering the situation. Anyway, the results suggest an ancient group of extremists, possibly over 200 years old, maybe behind all this. And lots of other criminal activities around the city. Yeah, a cult. Do you know anything about this? Who these people are? Are you affiliated with them in any way? Rosa, can I trust you? Of course you can trust me, Thomas. We've been through a lot together. What's the secret? What's the secret? Look, I have no idea, what any of it means. Something weird, something unexplainable happened during my investigation. But truthfully, the questions you ask, I, I just, I can't answer. I'm sorry, Rosa. I'm sorry too, Thomas. I really am. Take care of yourself. What's the secret? I have no idea. I have no idea. That's how it is. Oh, no, no. You have no idea. Yes, you can't trust me. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 No, no, no. No. No, no. Третья рыгачка за игру. Кто этот чел, блядь? Ой, блядь, Томас, Томас, блядь. Томас Твин ТТ, блядь. Пылесос сосёт охуеешь. Какой нахуй continue game? Ну, блядь, смотрим, Титр. Орёт, пиздец. Короче, я, блядь, вообще не могу понять, кто я. Так во второй части, вот этот уёбок жив, блядь. Вот сейчас голову, да? Хуин, вот это, блядь, сериал-киллеру Иксу, блядь. Ёбнули. А он-то живой, блядь, оказывает. Не просто живой охотит, а мы ебашит, блядь, сватовцев, ножом, нахуй. Сейчас кончатся эти титры, ёбан. Кстати, не хуёво сделанные. Ой, блядь. Хуин. Субтитры сделал DimaTorzok Блясика да, улыбаный. Бинг. Бинг там не влез, блядь. Не знаю, понятно, это конечная Драчилова, короче. Так. Так. Дом, а ну, сальник, а ну, сальника, блядь. Огнетушитель, кстати. Видать, оружием тоже был. Блядь, вот эту хуетеньщую. Фаерам Фридом, это чё. Фаерам Фридом, это чё. Друзья, я не нашел все мили оружия? Это же невозможно, блядь, я же все говно поняла. Блядь, короче, я не знаю, но сложно. Разборы сюжета надо. Кто эти уебки, блядь? Какой нахуй культ, блядь? Ну во второй части какой-то культ там высрали, но, блядь, вторая часть идет нахуй. Нужна инфа, которая только в первой есть. Какой нахуй культ, какие дрочилы вылезают и ебутся в жопу целыми днями, блядь. У второй части этот ебучий убийца Икс вообще ему заебись, блядь. У него только половины ебала там нету, блядь, а так ему заебись. Блядь, вторая какая-то объ... Я ее причем в фулл прохождение смотрел у этого ебучего хуй Сильвера миллион лет назад, но я вообще ничего не помню, блядь. А здесь, блядь, как было нихуя непонятно, так и есть нихуя непонятно. Почему все в городе ебаются, блядь? Кто этот железный уебан, блядь? Почему, блядь, дрочка огромная на весь экран вылезла, блядь? Слышь, блядь, дрочка огромная на весь экран вылезла, блядь, дрочка огромная на весь экран. Продолжение следует... 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 В предыдущем выпуске Страшного Рубай мы не обсуждали геймплей. Это была очевидная причина. Фир, он, если и не идет в разрез с нарративным стилем, то скорее уступает и таким контрастом. По иронии, хоть во время экшена мы тратим больше всего сил, он все же служит передышкой между моментами нагнетания и хоррора. Condemned — это фир без передышки. И геймплей в значительной степени подчеркивает ужас игры, а также позволяет узнать много нового и страшного об окружающем мире, даже о самом себе. Я имею в виду не игрового Этана Томаса, я имею в виду игрока, буквально. Блядь. Во-первых, как и в любом другом хорроре, предвкушение битвы — самый важный элемент саспенса. Незримый враг куда страшнее, чем тот, кто перед вами. Понятно, короче, блядь. Смотрим сюжет этого говна. Попасно. Condemned 2 — это страшно. Страшно не потому, что нарратив, левел-дизайн... Нарратив, блядь! ...а потому что все это наглухо утрачено. Утрачено все то, что делало оригинал таким атмосферным и запоминающимся. Помните, с каким фанбойством я рассуждал о первой части в предыдущем видео? Да, я получаю дикое удовольствие от того, как прекрасно монолит работает над окружением. Нихуя себе, там уебок был в начале игры. Оригинал таким атмосферным и запоминающимся. Помните, с каким фанбой... Типа вот это, самое начало игры. ...суждал о первой части в предыдущем видео. Да, я получаю дикое удовольствие от того, как... ...прекрасно монолит работает над окружением. Как чутко переосмысливает городские страхи. Как пугает за счет того, что заземляет тон игры, чтобы она казалась такой простой, понятной и близкой к телу. Чем пугает сиквел? Ну, раскрытием абсолютно всех секретов первой части, напыщенными пафосными диалогами, злодеями из Бэтмена, массовыми перестрелками. Потому что, ну, пестрый экшен же ключевой элемент хоррора, не так ли? В общем, я прям очень сомневался. Блядь, пестрый экшен ключевой элемент хоррора, блядь. И эта же хуйня тут дрочила, блядь, на первых феерках, ебанутая. В том, делать ли подробный разбор Блэдшот, но поиграв, понял, что мне есть что сказать. Ой, как есть что сказать. Блядь, такой же блядь, блядь. Эта игра настолько не похожа на оригинал, что и я решил сделать весь выпуск непохожим на страшный вырубай. Не делать ставку на атмосферу, не пытаться вас напугать, а зачастую бросаться в крайности и быть максимально несерьезным. В точности, как сама Кандем 2 Блэдшот. Сюжет, давай. Блядь, да нахуй мне твои видосики, блядь. Смотрите, если вы хотите понимать вообще все нюансы сиквела, которые я буду препарировать в этом ролике, вам бы хорошо ознакомиться с предыдущей частью. Ща, бегу, блядь. Чтобы хотя бы понимать, кого как зовут и какую роль кто играет. Я игру прошел, нахуй мне смотреть твой бусердый. Все основную суть вы не упустите. И так начинается игра с того, что неизвестный связывается с бюро по расследованию серийных преступлений. К аппарату требует Этона Томаса, главного героя первой части. Но разговор резко обрывается. В бюро никто не знает, куда запропастился искомый агент. Это, кстати, нигерша из первой части, блядь. После страшных событий, произошедших в прошлом году, Томас подал в отставку, а его след простыл. И первое же, что сильно... Как же они сменили всех? Это за каким-то чертом радикально изменившийся кастинг. Например, актер в роли Малькольма Ван Хорна. Это наш не друг и не враг, а так прямиком из оригинала. Он и позвонил Этону, прежде чем пропасть без вести. Из таинственного старика с пронзительным взглядом, который знает чуть больше, чем раскрывает. Он превратился в жалкого старикашку, едва мямлющего себе под нос. Образ как будто подменили под стать. В самом начале он в ужасе убегает от своего преследователя, хотя в оригинале неоднократно стоически смотрел в лицо смерти. А еще есть один кадр. Сейчас, сейчас, сейчас найду. Один кадр. Вот, вот, вот. Посмотрите на эти испуганные зенки. Ну, без смеха не взглянешь, серьезно. При этом самые большие метаморфозы коснулись розы. Я получила звонок в 10.36 сегодня. Это может быть не хорошая идея. Да, та не только заговорила другим голосом, но и в сексуальности прибавила, как будто того требовали обстоятельства. В сексуальности, блядь. Наоборот, я считаю, что вот эта вот квадратная миссис Пакмен куда как более подходит мрачному сеттингу камеры. Блядь, давай сюжет, гнида ебаная. Вы на бокс-арт ее повесили. Какой еще резон превращать героиню в такую чику? На место этого всю игру в голове висит мысль, что параллельно основному сюжету развивается другой, более интересный подсюжет про фем-версию Бенджамина Баттона. Ну, либо тональник роза сменила охренеть как удачно. Директоров в Бэйнбэра мы в первой игре даже не видели, так что хз что там со внешностью. Ну, а разработчики и здесь постарались. Потому что по одному только голосу можно прочувствовать, как многое изменилось в первой части. Как видите, если Роза сменила тональник, то Феррел с точностью да наоборот. Подавился блоком подожженных сигарет. Ну, надо же как-то тонко и метафорически подчеркнуть, что персонаж не так прост и скрывает какую-то тайну. На это мы забегаем вперед. Сейчас же видно, что и главного героя изменили тоже. Знаете, я считаю, что вот конкретно здесь в целом вышло удачно. Актер явно пытается подражать оригиналу, только в чуть более мрачной манере. Почти идентичный тому, как звучал Томас в конце первой Кондемт. Да вот только в первой части Этана озвучил Грег Гранберг. Какая-никакая знаменитость. Единственный парень из последних Звездных войн, которого в отличие от остального каста вы не пытались забыть. Но в итоге даже не запомнили. Что ж, ладно, бывает. Видимо, Гранберг просто плохо справился с ролью. С ролью полицейского, чьи паранормальные способности, связанные с мыслями других людей, помогали ему раскрывать преступления и серийных убийств. Да черт возьми, вы серьезно решили отказаться от идеального актера? Причем Гранберг сам был невероятно воодушевлен по поводу первой части. Более того, когда он услышал про Бладшот, он сам позвонил и предложил свою кандидатуру, даже несмотря на то, что был плотно занят съемками нового сезона героев. Дальше цитирую старшего продюсера игры до его хасла. В конце концов, нам пришлось сделать действительно сложный выбор относительно того, кем стал Итан. В первой игре он не был таким жестким или мрачным, как во второй, и голос должен был пойти в новом, более темном направлении. На вопрос до его, а не стоило ли просто дать Грэг... Да нахуя, блядь, сука, расперескажи сюжет, иди нахуй отсюда, блядь. Блядь, начал этот ебаный пидар... Пидарьёб ебучий, блядь. Говори, типа, игра начинается там со звонка из жопы, блядь. Кого хуя началось сейчас, это говно? Не в чём-то другом? Может, причина как-то связана с тем, что набирающая популярность звезда молодёжного сериала обходится чуть дороже актёра озвучки Многостаночника? Ну, получилось как получилось. И пусть Гранберг тоже неидеально играл свою партию, в нужные моменты он собирался и выдавал искренне верху ману с надрывом. Слушайте, старый человек, ты использовал меня, как он сделал, чтобы спасать твоего проживого сына, сериал-биллер. Ты не лучше, чем он. А вот пришедший на замену Андроса Глюцца звучит как типичный БДС антигерой блокбастеров. Для КВ Клоуна, да ёбаная, это вторая часть. Хотя, вполне возможно, что так его проинструктировали. Это первый звоночек о том, во что превратилась игра. В любом случае, движемся дальше, и вот первое геймплейное нововведение уже не заставляет себя ждать. Система реакций. Это такой мини-квик-тайм-эвент, где проверка ваших рефлексов заставляет героя ляпнуть что-нибудь в тон ситуации. Не то, чтобы я был против, но сами разработчики в предрелизном интервью сравнивают этот опыт с аналогичным в Mass Effect. Да, только там нажатие одной кнопки жизни спасает или обрывает. А тут вершина Итановского интерактива – односложное высказывание. Причем одно выбора нам не предлагают. В итоге этот опыт получается крайне нелепым. Да, я прям почувствовал максимальное эмоциональное вовлечение. Может, еще для верности диалоги хорошо прописывать? И желательно еще вставлять реплики героя прямо по сценарию, а не по нажатию кнопки. Но да, это уже детали. Вы можете списать это на придирки, или на то, что, дескать, время тогда было такое. Остроумно в геймдеве почти никто не писал. А нет, еще на этапе трейлера ребята из GameSpy не постеснялись задать ребятам из Monolith вопрос. А будет ли вот такая гиперболизированная манера речи, характерной для всего повествования в игре? Учителей английского вон кровь из уши идет. И тех поспешно успокоили. Работаем, мол, в процессе, к релизу все будет по-другому. Но нет, вот этот вот напыщенно-пафосный тон станет во главу угла, и Итан будет сыпать цитатами бульварных романов. Однако изменились не только герои, злодеи тоже дали слабину. Помните, у нас там был таинственный культ, сводящий с ума сигнал, который убивает птиц, а с человеческим мозгом делает даже более страшные вещи. А, так ребята из культа обычные люди, вон ходят среди людей и вполне себе по-людиному разговаривают. Ну, то есть в оригинале тоже разговаривали, помните этот момент? Ты доволен к нам, Итан. Ты всегда доволен к нам. Но это происходило в голове Итана. То есть это либо галлюцинации, либо он так для себя интерпретирует их сигнал. А тут нет, шпрехает себя на чистом английском, еще и провоцирует Итана откровенно инфантильными комментариями. Стрелки и драки. Компания милых. Иди, скажи это в мою му. Мистические настройки, которые задавали непонятные создания с белесыми зрачками, усыпанные металлическими вставками по всему телу и непонятно откуда владеющие редкими боевыми искусствами, увял, сгнил, рассыпался. А, так таинственный сигнал исходит из специальных устройств, развешанных по городу. Спасибо за то, что раздаете ответы на заданные вопросы. То есть никакой мистерии тут нет. Этот тщательно выверенный план, секретная разработка британских ученых и целая мануфактура по производству сводящих с ума дверных звонков. Да, это такие местные коллектоволсы. Их надо уничтожать для дополнительных очков. Поэтому их здесь просто в изобилии. Сам собой напрашивается очевидный ответ, почему их вообще не было видно в первый кондент. По качану, сценаристы просто натянули коллектоволсы на глобус. Да, натянули так, что где-то треснуло. Повторюсь, для тех, кто не смотрел предыдущий ролик рубрики. Да, в первой части тоже были странные коллектоволсы. Но, во-первых, на понимание сюжета они не... Блин, я не могу этого пидораса слушать, пиздец. Фу, блядь, рыгаю как ебанутый. Как не влияли, и никто вообще толком не объяснял, что к чему. Во-вторых, из бонусных документов можно было узнать про историю полицейского под прикрытием, который внедрился в банду, пожил пару месяцев на улице, да поехал кукухой. Причем так основательно, что однажды с удивлением для себя обнаружил в карманах черепа мертвых птиц. А после этого коп погиб в перестрелке с копами. И тут игрок такой, Итана, а с твоей-то кукухой все в порядке, что если ты тоже не такой уж невиновный, как кажется, и на самом деле... А знаешь, неважно. Я, пожалуй, пойду. Однако в сиквеле коллектоволсы натурально лежат в основе сюжета. Тебе с первых же миссий вываливают, что звуковые устройства — это происки какого-то тайного общества, который, согласно своим тайно-общественным делам, намеренно справливает людей, чтобы устроить хаос. Охренительно! Я люблю, как разработчики с широкими мазками избавляются от той холодящей пелены мраха, которая окутывала сценарий первой части. К черту, давайте закажем фабулу коллегам с НТВ, чтобы они в лучших традициях выдали юбилейную пятисотую историю про иллюминатов. Может, получим премию за рекордно быстрое уничтожение атмосферы и маломальского интереса ко всей остальной игре. Такая же есть, или мы зря проделали столько работы? Причем, да, натурально с НТВ, потому что об этом вещает ваша галлюцинация с телека. По ходу всего вообще происходящего она набрасывает тысячи экспозиций в раскиданных по улицам телевизорах. Мать его, опять же, как филигранно здешний аналог аудиодневников и записок вплетен в мир. Это сценаристы называются «Мы писали, мы писали, наши пальчики устали, ты и хер бы с ним через неделю в печати». Блядь... ...вы еще не выкупаете градус бреда. Это внутренний алкогольный демон Итана. Именно он постоянно держит в курсе по всем неизвестным доселе деталям сюжета. Причем, отвечает он даже на те вопросы, которые Итан в принципе знать не может. Как увязать это логически, не надо, не спрашивайте гиблое дело. Однако, это учит нас одной простой вещи. Алкоголь твой друг. Помните, как плавно подводили к гневу Итана в предыдущей части? Через таинственные заметки в блокноте. Через жестокий геймплей. Через странную связь с маньяками, из-за которой Итан в галлюцинациях видел, как совершаются убийства. Кстати, забейте, эту составляющую вообще выкинули нахрен, ну кому интересно смотреть на детектива, который видит глазами убийцы. Нет, мы лучше поговорим про проблему с выпивкой. У нас здесь аналог кролика из Донни Дарка, только менее страшный. Кандем когда-то был про хоррор, что ли? Натуральный алкогольный демон. Так, так, тонко. Метафоры. Именно от затяжного забоя, а не от макабрического принятия себя, будет страдать Итан в этой части. Да, я знаю, я сам был в восторге от приземленности, характерной для оригинала, но финал слишком сильно поднял ставки, чтобы сиквел слишком их занизил. Вообще, образ антигероя-изгоя, который пытается уйти от прошлого топя горе в плохих привычках, та еще банальность. И вот в момент выхода игры чуть после она прям стала совсем избитой. Но дело даже не в этом. Это в принципе не кажется логическим продолжением персонажа. Посмотрите на финал Condemned Criminal Origins. Разве это он похож на человека, который вот-вот уйдет с работы и начнет искать утешение на дне стопки? Хотя погодите-ка. Так они все время намекали на грядущий алкоголизм. Думаете, я шучу? Да, я шучу, потому что нормального объяснения финальному твисту сценаристы ожидаемо не придумали. Накрутить накрутили, а распутывать клубок оставили будущим себе. Знаешь, кто, как я думаю, может разрешить эту проблему? Кто? Сценаристы-монолит. С будущего. Точняк. Давай оставим эту проблему тем парням. Счерта бери. Сценаристы-монолит. С прошлого. Ну, то есть нам объяснят, почему это... Блин, блядь. Какая же пизда. Посмотрел сюжет, блядь. Без них сценаристам совсем туго было бы. Но дело и не в этом. Мне вообще не кажется, что алкоголизм это то, к чему в конце концов мог прийти Итан. Сиквел посвящает борьбе с внутренней зависимостью, так много внимания. Но это кажется такой мелочной проблемой для человека, который прошел через столько дерьма. Плюс Итан борется не столько с собой, не столько с внутренними причинами своего состояния, сколько буквально с привычкой прикладываться к бутылке. Это просто поверхностно. К тому же человек, посвятивший себя поиском ответов на вопросы, внезапно изо всех сил пытается этих вопросов избегать. Очень странно, что он ушел из бюро и не пытается возобновить дело. Может быть вы сейчас думаете, что я не прав, но поверьте, сценарий еще заявит вам о своей шероховатости. Например, первое, что делает новый Итан под первым уже удобному поводу, отправляется искать ответы на вопросы. Ну и кто теперь не прав? Из алкоголя же проистекает и характер галлюцинации Итана. На стартовом же уровне тот начинает видеть разливающиеся повсюду нефть и нефтяных монстров. После чего, видимо, приступает к наброскам сценария, еще не вышедшей тогда Девстрендинг. Да, резонно предположит, что их появление это именно метафор алкоголизма. Потому что периодически черная жижа появляется из его рюмки. Но и очевидная параллель между фойлом и токсичным химикатом тоже не оставляет сомнений. Их дизайн действительно впечатляет. Эти монстры по-хорошему нагоняют жути. И это, в принципе, одна из немногих вещей, которая нагоняет жути в Condemn 2. Поэтому я особо заострил на ней внимание. Но пришла пора двигаться дальше. В продолжительном трипе Итан встречает Ван Хорна, затянутого черной жижей. А потом приходит в сознание валяющимся посреди все того же переулка. Там его застают коллеги. Бывшая партнерша Роза Энджел и новый ставленник от бюро, агент Дорланд. Последний явно не питает положительных чувств по отношению к герою. Хотя толком непонятно почему. Роза же дает Итану ту самую запись, на которой он узнает голос Ван Хорна. Но очень странно, что узнает голос, то в этой части поменялся. Так или иначе, теперь отряд с помощью Итана должен выйти на последнее известное местонахождение Ван Хорна. И найти старика. А не направляется в отель Престон. И на самом деле я в восторге от этой локации. Очередная заброшка и очередная отличная наглядная демонстрация падшего города. Прекрасное продолжение идеи Condemned Criminal Origins. Некогда один из самых престижных отелей Мэтро-Сити теперь заброшен. Он обветшал, прогнил и стал пристанищем для огромного количества наркоманов. Не мудрено, что здесь сосредоточены практически все лучшие приемы монолит. По нагнетанию и построению атмосферы. Какие приемы монолит-дегенерат, ебаный, сука. Блядь, все игры ебучие, разные люди делали, блядь. И первую часть, блядь, разные, и вторую часть, разные, эфиры ебучие, разные. Что за хуйня, блядь? Сука, вот просто написано монолит, это значит, блядь, сука, вот, блядь, одни, одни люди делали, нахуй. Что за даун, ебаный, блядь. Блядь, дай сюжет, гнида, блядь. Розы. Помните, как первая часть выстраивала в вас ложные ожидания? Раз за разом повторяя один и тот же прием, показывая, что это безопасно, а потом вспомните. Здесь это проворачивает в рамках одного уровня, чтобы ваши ожидания не успели остыть. Вот за зеркалом спрятана аптечка. Естественно, закрывая дверку обратно, вы видите врага в отражении, но нет. Там пусто. Повторяем то же самое, враг в отражении, я на это не куплю. А, и в смысле? Самая жуткая деталь пройдет мимо пытливых глаз, но зацепит фанатов. Простая надпись на стене гласит, мы убили тебя раньше, и сделаем это снова. И ты такой вспоминаешь ту жуткую катсцену из первой части, и задаешься вопросом, А что если героя тогда подменили кем-то другим? Кем-то, кто уже не совсем человек? Кто ближе к истинному злу? Вообще-то... Нет, Монолит не отвечает, твои подробные объяснения только все портят. Когда добираешься до первого места преступления, это отдельное запретное удовольствие. Кажется, что там, где оригинал себя сдерживал, показывая невинные, выхолощенные картины убийства, сиквел разошелся на полную катушку. Авторы не отказывали себе в фантазии. Ну, или почти не отказывали. На конечный результат все-таки повлиял Manhunt Gate. Видите ли, в 2007-м вышел сиквел злополучной трэш-игры Rockstar, и рейтинговое агентство ESRB тут же влепило ему максимальный рейтинг. Adults Only, или только для взрослых, или совсем проще 18+. Поэтому некоторые особенно жестокие вещи, вроде отдельных анимаций декапитации, были изъяты из сиквела Condemned. Главный продюсер Bloodshot, Константин Ханзопулус, в интервью ответил на волнующий всех вопрос. А что же именно не попало в финальную версию? Ну, примером того, что мы видели, было бы засунуть чью-то голову в тиски. Это было бы перебором, вы знаете. И тут, бам, эта анимация есть в игре. Я уж не знаю, то ли Ханзопулус оговорился, то ли он так подразнивал ребят из рейтинговой комиссии, так или иначе сомневаясь, что Monolith пока на какие-то большие уступки. Откровенно жестоких и мрачных сцен в игре полным-полно. Гораздо больше и гораздо красочнее, чем мы видели в первой игре. Чего стоит только обезглавленное тело, недостающую часть которого можно найти несколько уровней после самого тела. Ну, просто праздник для вашего внутреннего маньяка. Но рейтинг остался в пределах М, Мэчер, аналогичный такому же в оригинале. В общем, да, мы натыкаемся на растерзанное тело самого Ван Хорна, и нам надо выяснить, что случилось. Тут в игру вступает один из главных козырей Bloodshot, а именно полностью обновленная и переделанная система расследований. Причем переделанная аж трижды. Поэтому да, стоит отметить, что работа была проделана просто восхитительно, и все эти итерации не прошли даром. В отличие от первой части, изучение места преступления не просто прикладная к сюжету фишка, а полноценная вдумчивая игра, требующая от вас максимум внимания. Ой, шукин ёбаный педаль. Которая опять же требовала от вас оригинал, здесь появилась возможность выбора. И, что самое важное, возможность совершить ошибку. Вам по-прежнему подсказывает, когда надо достать инструмент, но не всегда размусоливают, какой именно. Вам не покажет, куда конкретно надо смотреть, где искать, а выводы из увиденного вы и вовсе делаете сами. Определите характер распределения брызг, чтобы вычислить орудие убийства. Просмотрите чертежи на фабрике, чтобы описать находящийся там контейнеры, из чего напарник сможет определить, в какой именно фабрике вы находитесь. Догадайтесь о точных дате и времени смерти жертвы по наручным часам. Прямо как в шоу CSI, на что и ориентировались сами разработчики. С инструментами судмедэксперта тоже приходится поиграться. Ультрафиолетовой лампой, например, надо отслеживать выделение в ветвистом помещении, а некоторые улики спрятаны так, что без светильника их просто не найти. Фотоаппаратам нужно делать снимок с наиболее удачного угла и резкость наводить самостоятельно, без зеленого индикатора вовсю трубящего о том, что ракурс найден, когда было в первой части. Порой даже толком не знаешь, что фотографировать, приходится, прости господи, думать. Задавайте Розе правильные вопросы, давайте правильные ответы, и от этого будет зависеть, ну, не сюжет, но количество получаемой вами в ходе сюжета информации, каких-то мелких, но любопытных деталей. Лучшим решением геймдизайнеров как раз-таки является необязательность дотошного расследования. Вы не сможете провалить дело, как вы Лайнуа. Вы даже можете полностью игнорировать некоторые части расследования, и никто вас за это не пожурит. История будет двигаться линейно, независимо от того, нравится ли вам проводить экспертизу и... Пидор, блядь, сюжет, дай. В матери твоей покопаемся, блядь, пидор ебучий. Подонять, это ты же уебок. Просто худший пидорас на ютубе, блядь. Отвеченных ответов в этой странной, странной кутае игре. Отдельно выделить стоит дополнительные задания. Так как уровни стали немного шире и чуточку нелинейней, на них удалось разместить какие-то отдельные точки интереса. На улице надо прикончить всех нефтяных монстров, подвешенных к потолку. В отеле надо разнести несколько метлабораторий. В музее надо прокраситься мимо охранников, а если все же попался, вырубить их не убивая. Что сказать, это удачное решение. Оно помогает разнообразить геймплей, поощряет эксплоринг, заставляет посмотреть на игру с другого угла и вообще не дает заскучать по мере прохождения. Чего-то такого, пожалуй, как... Заскучал, бедный. Не зашло, заскучал, блядь. На то время хуйня. Это ненавязчивая система улучшений, которая не предлагает вам выбирать, даже сильно не обязывает стараться. Апгрейд вы получите в любом случае. Дотошность вашего расследования скажется только на характеристиках. Бронежилет может давать легкую защиту от повреждений, а может среднюю или сильную. Тазер может получить заряд на два выстрела, а может на три или даже на пять. Итан может обзавестись либо стопкой четвертаков для усиления удара, либо нормальным кастетом, либо целым тычковым ножом. Тоже приятный модификатор, который делает игру больше похожей на... Игру? Ну и раз уж мы заговорили об орудиях самообороны, то давайте проследуем на улицу, где все эти штуки можно бы уже и применить. Тело Ван Хорна решено забрать в бюро для дальнейшего исследования, и отряд перетаскивает его к точке эвакуации. Итан бежит слегка позади, за ним следует обозленная толпа, и Дорланд решает избавиться от хвоста. Он стреляет по трансформатору, что вызывает перегрузку и взрыв. Итан отшвыривает, и он оказывается отрезан сразу с двух сторон. Одна заходится огнем, вторая под высоковольтным напряжением. Ну а между не только Томас, но и обозленная толпа, которую уже сейчас мы начнем усиленно прореживать. Отличный повод поговорить о геймплее, тем более, что здесь появилась уйма новых фишек. Разработчики взяли за основу механику первой части, учили все, что понравилось геймерам, и решили углубить по всем фронтам. Бей и блокируй, не тот уровень, которого хотели придерживаться в монолит. Именно поэтому в Bloodshot появились так называемые 4 слоя боя. Первый — это рукопашная атака, которой сами разработчики очень гордились. По заветам оригинала есть обычный удар и блок. Последний, поставленный вовремя, поможет на мгновение сбить темп нападения врага и провести контратаку. Это было и раньше, но других вариаций уже стало на порядок больше. Можно отдельно наносить удары справа и слева, при нажатии левого стика можно нанести хук справа или слева, при нажатии удара в разбеге, Итан размашисто лупит локтём. Ну и пинки пока тоже никто не отменял. Второй слой — это холодное оружие. Нетрудно догадаться, что местный арсенал значительно вырос. Разработчики отмечают двукратный... Какой нахуй слой, кусок ты, блядь, ебучего говна, блядь? У тебя чё в шутанах, блядь? Первое оружие, второе, третье, четвертое, пятое на всю клаву — это слои, блядь? Что за биомусор, ёбаный, нарратив, слои, блядь, хуи, блядь, сука, дегенеративного ебан, блядь. Пиздец наху какой-то. Блядь, невозможно, блядь. Молотки, кегли, даже мячи, их есть у нас. Успевай только оглядываться по самому. Их есть у нас, блядь. Блядь, 2020 год, эта хуйня сказала, их есть у нас, блядь. Ёбаная ты хуйня, блядь. Как ты живёшь? Фу, блядь. Фу, блядь. И, сука, и сижу, блядь, говно жру, и там, мразь, ёбаная, про сюжет, блядь, не говорит, как в первой части, блядь. Столько куски арматурины теперь ломаются, если часто бить и блокировать. Раньше почему-то ломались только пушки, используемые в ближнем бою. А ещё их теперь можно швырять, что весело. Удачный хэдшот может заставить противника потеряться в пространстве. Пользуйтесь. За этот слой особенно важно зацепиться по одной простой причине. Он... такой себе. Объясню. Конечно, глупо, что в первой части нельзя было сражаться без оружия, но это создавало напряжение приема в войске. И вот найденная доска спасает ситуацию, позволяет сражаться на равных, не избавляет от страха, но придаёт сил. В блатшот же кулаки сами по себе имба. Они, что логично, не ломаются. Замах длится меньше, чем у любой лопаты. Урон лишь самую чуточку уступает он ему от холодного оружия. А блокировать можно даже удары молотком. Это, ну, не больно. Куда я могу, блядь, перемотать, если это ебучая сука, блядь, про сюжет говорит нахуй. Рандомно, блядь. Вначале там нашли, блядь, диктофон, блядь. Потом пиздёж про какую-то хуйню, блядь. Сейчас недавно сказали, что они, блядь, убежали с трупом, и опять пиздёж про хуйню, блядь. Сука. Когда, блядь, в первой... В пиздеже про первую часть там отдельный участок про сюжет был, и всё, иди нахуй отсюда. Блядь, что за хуйня? Что за уёбок, блядь, ёбаный? Блядь, какой же биомуфер? Это просто худшее уёбище в этой, блядь, стоп-геймерской помойке, нахуй. Специалист по контролю качества Monolith, Колин Мур, который охотно делился своими мыслями по играм франшизы на NeoGav, написал. То, что работало с Condemn 1, это страх сражаться без оружия. В то время как в Condemn 2 мы позволяли игроку выбивать дерьмо из всего. И в большинстве случаев было лучше не использовать оружие. Ну, это гугл-переводчик, но я думаю, контекст вы уловили. А теперь снова вернёмся к... Теперь, блядь! Пидарас, блядь. Поиграй со своей мамашкой, долбоюбин и ёбаный. Действовать с обстановкой Панишер Стайл, только от первого лица. Панишер Стайл, блядь. Снова, где просто идеально вписывается в концепцию. На деле, вышло как-то скупо. Монолитно считало, что-то там в районе 50 добиваний, но я вижу лишь возможность зашвырнуть врага в огонь, возможность зашвырнуть врага в электричество, возможность зашвырнуть врага в пропасть. Ещё можно ударить врага о стену, о витрину, о стол. Это, типа, разные добивания. Да, в паре других мест можно насадить неприятеля на штырь, выполнить классическое фаталити в стиле Американской Истории Икс, а по сюжету придётся воспользоваться теми самыми тисками. Всё. Смущает меня это потому, что в итоге выстраиваются целые гирлянды из манящих интерактивом черепков, за которыми прячется сплошное однообразие. Преступление? Нет, но ощущение того, что недовесили, прям вот преследует всю игру. А теперь вернёмся к третьему слою битвы, потому что на нём я бы хотел остановиться поподробнее. Это комбо-цепочки, на которых разработчики делают особый акцент. В целом, ничего из ряда вон выходящего, это вполне знакомые вам связки ударов. В основном по три, иногда по два, и они дают чуть больше урон, чем обычные атаки. Правда, пёстрые комбо-счётчики посреди экрана скорее мешают погружению в атмосферу кондемт. Это выглядит какой-то пошлостью в условиях тусклого отстранённого хоррор-детектива. А с появлением адреналинового комбо, есть и такая штука, игра и вовсе начинает напоминать God of War. Разработчики, кстати, сами ссылаются на God of War, вспоминая о создании этого элемента. Да, непосредственно движения получились сочными, и они дают хороший фидбэк. Однако стилистически это, ну, очень контрастирует с мрачным тоном повествования. Но, но, но. Технически, есть у этого небольшая нарративная подоплёка. Она подпирает такое неоднозначное... Нарративный. ...книжица подпирает холодильник. Ярость. Итан в ярости после предыдущей части. В его сердце бушует гнев, который он не смог обуздать. И он с радостью вымещает его на подзаборной кодле. Не мудрено, что в этот момент он геймплейно напоминает яростного бога войны. Это хорошо, это логичное развитие персонажа, и классно, что оно подчёркнуто геймплеем. А помните, как геймплей вёл себя в прошлой части, обнажая гнев Итана? Заставлял игроков убивать бомжей пачками. Да, предлагал особо изощрённые добивания, иногда в добровольно-принудительном порядке. Вывалил кучу пушек в конце, чтобы дать истинному я Итана вырваться на свободу и покромсать всех налево-направо. Но, так как в продолжении Итан с самого начала находится в состоянии перманентного гнева, игра с первых же миссий засыпает героя пушками. Да я шучу, к нарративу и образу персонажа этот ход никак не относится. Просто разработчики внезапно решили повернуть на 180 градусов и испортить всё то, что работало. Уверен, выглядело это как-то так. Привет, Белл. Привет, Джон. Что пишут в отзывах к первой части? Давай посмотрим. Пусть и дестройер 99 пушек не смог пройти, слишком сложно сделать и пушки. Блядь, блядь, блядь. Смотрите на их видовое разнообразие. У нас тут и револьвер с оптикой, обычное дело для уличных перестрелок. И обязательный для шутеров УЗИ, хоть беги с рейдом на улицу Рощи. И даже дробовик прямиком из какой-нибудь ФИР. Только вот ФИР это ассетинг недалёкого будущего, а не ближайший... Из какого ФИР там спас, блядь? Сука. Дробовик прямиком... Блядь, вот именно единственная игра в мире, где есть дробовик, это ФИР, блядь. Сука, дрочила ты ебаная. Блядь, я бы ему наебашил трубой этому ёбку, блядь. Сука, я уже заходил на страницу ВК этого дауна. Блядь, это настолько биомусор ебучий, что просто пиздец, блядь. Сука, я не могу, нахуй. Блядь, это худший уёбок, блядь. Сучара ебаная, блядь. Сука, это хуйня даже хуже этого, блядь, ебучего Луцая, блядь. Это просто пиздец, блядь. Сучара ебаная, блядь. Мразь ёбаная, сука. Гнида ебучая, блядь. Пидарас, блядь, ебаный, блядь. Сука, блядь. Уёбок, блядь. Сучара, блядь. Ешки-матрёшки, блядь. Все устои кондемт, не сказать ничего. Но так и на этом бедовый геймдизайн не исчерпывается. Пушки теперь можно дозаряжать. В принципе, наверное, не так уж и плохо, если учесть, что патроны... Вот подождите. А это что такое? Здесь есть кобура, и туда можно складывать дополнительное оружие. Потому что, да, в приключениях у главатого толстячка из первой части был особый шарм. Какое-то сакральное таинство, заключенное в одну простую деталь. Итан не носит патроны. Сначала ты подозреваешь, что он чем-то насолил начальство, раз это не входит в его стартовый пак ФБРовца. А потом раздражаешься о глупости бедолаги. Почему? Ну почему он носится с огромной сумкой, но отказывается складировать туда нестреленные магазины? Раздражаешься и... Кушаешь атмосферу игры. Какой нахуй бойс, если там, блядь, какие-то мстители ебучие, блядь? Капитан Америка там или кто нахуй? Какой нахуй бойс, блядь? Ты Капитан Америка, сука. Да ёбаный рот, блядь, вот эта хуйня, это именно мстители ебучие, блядь. Я, блядь, эту парашу смотрел на стриме Учмаски, блядь. Там совсем другой уебан. И на каждом уровне, а если и появляется, то не всегда арсенал копится в избытке. Но когда такие моменты происходят, это убивает... Сука, сюжет будет? Нет, блядь, сегодня нахуй. Гнида ёбаная. В музее находится статуя с похожими имплантами. Вот, блядь. Блядь, я не могу. Блядь, у мальчика, короче, две игры в мире существуют, блядь. Фир и Кондемня два, нахуй. Наконец-то. Потому что почему бы и нет? Вперёд, давай, у нас же тут тайная неизвестная никому секта, которая стоит за всем происходящим в мире ужасом. Да что там, бездомные, кладезь скрытой информации. Верните мне моего всезнайку Алкадемона, пожалуйста. Да, про этот скрытый культ, использующий металлические вставки для усиления паранормальных способностей, мы услышим ещё не раз и не два. Вот про чудо-металл, искажающее восприятие людей, говорит эксперт по телевизору. А вот в музее находится статуя с похожими имплантами. Позже ещё, Роза найдёт информацию, что этот культ ответственен за всю ненависть на земле, за ссоры, драки, бунты и войны. Привет, чудо-женщины. Найдёт всё это она, кстати, на фан-сайте, да, ребятишки? Да, нам пытается продавить это дерьмо под соусом серьёзного сценария. Финализируем. Каким-то образом иллюминаты с многовековой историей, доказательства существования которых всплывают то тут, то там, да что там, по городу висят везде, до сих пор остаются в тени. Я говорю об этом не для того, чтобы докапываться до мелочей. Я говорю о том, что кому-то всё же не стоило выкладывать все карты на стол. Что-то должно оставаться в тайне, независимо от того, как сильно фанаты просят ответов. И уж если собрались раздавать объяснения направо-налево, то убедитесь, что они не звучат как полный бред, ну хотя бы подаются не через одно место, но в самом-то деле. Как бы то ни было, рандомный бездомный пропадает. Ну, он появится один раз по сюжету, ровно для того, чтобы просто убежать. Поэтому нам так и не дадут понять, что это поиск в курсе про культ. Знаете, когда я говорил, что некоторые вопросы лучше оставить без ответов, я... В общем, мы пребываем на фабрику кукол. Я знаю, что вы уже чувствуете подвох. Ну так зачем же медлить? Да, я тоже считаю, что для той самой пресловутой атмосферы кондемт, от которой уже остались рожки до ножки, фабрика кукол — это какая-то чересчур эксцентричная локация. Это Килинг Флор 2. ...многократно подтвердят мои опасения в дальнейшем. Вообще, есть ощущение, что продолжая городскую тему оригинала, дизайнеры уровней просто перебирали все муниципальные объекты подряд. Торговый центр был? Был. Школа? Школа была. Засунь опять. У нас же хорошо получилось в прошлый раз. Окей. И пусть там будет боулинг по соседству. Боулинг? Что? Боулинг? Засунь, говорю. Хорошо, хорошо. Блядь, я не могил. Ой, блядь. Арена шутеров. Дрочила ты ебаная. Это момент, когда он знал, что фабрика кукол создавалась ровно с одной конкретной целью. Чтобы объяснить, с какой именно, давайте возьмем чуть шире и внезапно рассмотрим видовое разнообразие противников в игре. Уже к этому моменту игрок начинает слегка не говорить. Да ебаный пидорас, блядь, где сюжет? Сука. Блядь, может проще на Википедии прочитать, но... ...группы и носить карнавальные маски. Ну да и черт с ним, за это вон вообще Оскара дают. Но в какой-то момент эта традиция просто начинает терять все рамки и границы. Бандиты в доспехах. Какие-то непонятные твари стараются... Я хочу посмотреть на убийцу Икс, блядь. О, фиер, блядь. Хе-хе-хе-хе-хе. Когда игра успела превратиться во фрикшоу а-ля Судная ночь? В предыдущей части противники символизировали урбанистический страх перед социально опасными слоями населения. Чего, блядь? Не к низшему классу. Страх молодых семей оказаться за чертой бедности. Чего, блядь? Потому что мы странно выглядящие культисты всем своим видом и поведением дистанцировались от обычных... Культисты, нахуй? ...говоря, мы над всем этим сбродом. Мы контролируем их. А что говорит нам поехавшая девушка в костюме Орликина на фабрике кукол? Что жителям Готэма лучше сегодня ночью не соваться на улицу? Монолит слишком рано начала готовиться к своему будущему онлайн-шедевру. Но мало нам Харли Квинн, мало парней в костюмах свиней и фировских ниндзя. Вот, вот настоящая и единственная причина, по которой нас вообще пустили на фабрику кукол. Зловещие куклы. Они что, взрываются со звуком бластера из «Звездных войн»? Как же мальчик знает все гиковские приколы, и Марвел тебе, и «Звездные войны», блядь. Окей, ну, наверное, обставлено это все оригинальным образом, и нет, это просто ожившие куклы. Кто, почему, как это оказалось в кондем, вы еще притворяетесь, что заигрываете с темой «Или полностью нахрен ушли в фантасмагорию, и будь что будет». Не-не-не, это не галлюцинация, Итана, о чем вы наверняка подумали, потому что в галлюцинациях никогда не встречаются другие живые люди из реального мира. Раз. А во-вторых, позже по новостям передают показания одного из местных бродяг, который тоже рассказывает про живших кукол. Эх, знаете, давайте просто двинемся дальше. Кино ТВ врубай. Итана, наше сказанному, следующий уровень на мой вкус выглядит очень круто и оригинально. Пусть он и очень напоминает Фьер 2. Я имею в виду, внезапно у нас здесь появляются интенсивные автоматные перестрелки с противниками, которые так же воружены. Мальчик, мальчик знает все игрушки. Мальчик, мальчик, и потом сиквел хоррора про маленькую девочку. А характер галлюцинаций вообще один в один. Вы только сравните визуальные эффекты и в целом движ в кадре. Но это тот контраст, который в отличие от остальных противоречивых моментов очень уместен. Здесь Итан находится в здании СЮ. Это то место, которое не должно быть под властно городской сквер. Блин, тут же анимация вот в тени хуёвичем в первом ферии. И кондемент. Больше всего в этом уровне мне нравится еще одна маленькая деталь, которая приятно работает в духе кондемент. Во время затяжного приступа помутнения Итан встречает двух копов, Пеннингтона и Миллера. Разговаривая с первым, Итан видит за спиной агента своего старого знакомого алкодемона. И когда видение проходит, уже в реальном мире можно встретить объявление о поминальной службе по агентам Пеннингтону и Миллеру, которая пройдет в эту среду. Пусть это большая желтая бумажка, которую тебе ну слишком нагло подсовывает под нос, но именно здесь границы реального и нереального. Жизнь и смерти нарушены достаточно хорошо, чтобы содрогнуться и поверить в силу сценаристов. Жучара, блядь, чё ты несёшь? Пока Роза проверяет только что сделанный нам рентген в грудной клетке, Итана вызывают на ковер. Начальник проводит... На мать твою, блядь, пидор ёбарь. И ещё одна удача будет разнообразить геймплей. И, наверное, первая из таких попыток, которая хорошо движет историю. Если принять простить БДС голос Итана, то сцена наполнена эмоциональным запалом. Постановка не провисает, и можно ещё подмыхи помыть. Простите, но я вообще не понял, на кой лет в сцене в какой-то момент появляется столько мыла. Это всё портит, конечно. Но потенциал был. В общем, начальник Феррел обвиняет Итана в том, что он саботирует миссию, и Томас понимает, что... ...что-то затевается. В конечном итоге он нападает на шефа, и тот признаётся, что получает указания от кого-то сверху. И главная задача закулисных управленцев — обеспечить Итану сохранность. О да, иллюминати тема набирает обороты. Но их прерывают. Кто-то убил мэра Мэтро-Сити. Тело было найдено, естественно, в заброшенном городском музее. И только тело, голова куда-то пропала. На месте были обнаружены инициалы СК-Экс, как у покойного серийного убийца Икс. И открывается локация очень классной сцены. Кровавое убийство, ночное время суток, усугубленное посёмками заброшенного помещения. Начало очередной следственной экспертизы. Есть ощущение, что вот эту конкретную сценку писал какой-то другой сценарист. Не тот, который писал соседствующую про незримых покровителей со связями в самых высоких инстанциях. И да, я именно что сказал вот эту конкретную сценку. Буквально через несколько минут вас ещё сумеет удивить. Опять же, именно тут я поймал себя на том, что странным образом мне нравится выбор локаций. То их половина, которую мы не встречали в Пейнкиллер, по крайней мере. Отель, музей, загородный дом. Но в каждой из них слишком много кипиша, слишком много движения, слишком много экшена. Они слишком живые. Специфика этих мест же практически никак не используется, кроме как для геймплея. Хотя референсы легко можно найти к каждому. Хостел, дом восковых фигур, зловещие мертвецы. Речь не о качестве конкретных фильмов, а о потенциале наполнения локаций страшными историями. Но нет, нас там ждут не пугающие детали, связанные со спецификой места. Нас ждут экшен и боссфайты. Да, боссфайты. Снова. Судя по их концентрации в игре, разработчики в очередной раз полезли в комментарии, после чего решили закрыть гештальт. Кому-то не хватило нетривиальных стычек с серьезными противниками, и в монолит сели придумывать серьезных противников. Ничего не придумали. У нас тут средневековый рыцарь в латах, б***ь. Серьезная заявочка. Отрабатываем распространенный у людей страх встретиться с ролевиком в реальной жизни. Говорят, эти ребята просто одержимые. Но да, вне всяких сомнений, кондемт стремительно превращается в пародию на саму себя. Да, эта схватка добавляет каких-то нетривиальных действий в геймплей. Может развлечь. Но какой ценой? Превращение в странный цирк уродов. Ну вот как это воспринимать всерьез? Да, игра не воспринимает. Тут у нас шуточки пошли. На ботинках покойного Ванхорна нашли следы фекалий. Которые принадлежат виду оленей, обитающим в одном близлежащем месте. На черном озере. Метафоры. Символизм. И почему я не удивлен, что именно в Сикеле становится известна настоящая фамилия Розы. Энджел. Ну, потому что она единственная помогает Итану от начала и до конца. Поняли, поняли, поняли. Сценаристы, вы часом снайперу советов не давали? Агент Дорланд заботливо подвозит... Где убийца Икс, нахуй? На черном озеру обнаруживается, что пилот алкодемон. Нет, буквально. Он подсказывает герою, что Феррел неспроста нанял его и всю карьеру продвигал агента по службе. Ну, кроме того момента, где он по доброте душевной отстранил Итана от дела и был уверен, что он ответственен за убийство двух полицейских. Я не знаю, какой твой инноценный шмак, который ты追ываешь, но останови его. Ну, кто старое помянет, тот не сценарист Бладшот, верно же? Помутнение проходит, оказывается, что пилот самолета убит, а сам самолет идет на... экстренную посадку. Мне нравится, как игра забивает на то, что на самом деле случилось с беднягой-штурманом. Очевидно, что его убил Томас в очередном припадке. Ну, других людей на борту не было. Но если в первый кондент на то, что Итан не тот, кем кажется, намекали всю игру, то здесь он однозначно положительный персонаж, которому всего лишь надо преодолеть кризис и найти пару ответов на свои вопросы. После чего победить вселенское зло, кстати. А вот на этот вот мрачный штришок всем так и остается пофиг до конца игры. Ну и к черту, одним трупом больше, одним меньше, кто ж разберет. А теперь я потребую ответов на вопросы лично от вас. Итак, какой у вас самый запоминающийся момент во всей Кондент 2? Если вы, конечно, вообще в нее играли. Наверное, все-таки страшные куклы на фабрике. Да, это довольно крипово. Или... или неожиданное предательство Дорланда, который в самой ответственной моменте... Медведь. Да, я знаю, что это медведь. Но это действительно внушительная и динамичная сцена, где вы должны убегать от неубиваемого животного. Дом вокруг начинает рушиться под весом Косматова, а в конце концов надо сделать меткий финальный выстрел. Чтобы выжить. Яркие флэшбэки обеспечены. Но вот ведь какая штука. Вспомните аналогичную сцену из Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Там на остановившегося на начале героя готовится облава. Местные жители врываются к нему в комнату, и он вынужден спешно рвать когти, чтобы те не пристрелили его. В чем главный страх? В том, что нас преследуют? Что нет возможности дать сдачи? Что с первого раза непонятно, что делать и куда бежать? Нет. Ну, в смысле, да, конечно, и в этом тоже, но не только. По-настоящему пугают мотивы обозленных жителей. Пугают то, что вы не понимаете, что вы сделали не так. Пугают то, что обезумевшие люди могут сделать с вами, если вы не понимаете. Блять, да настолько похуй было в этот момент вообще. Мать его, блядь. Мать его, блядь. И оповидал столько необъяснимого дерьма в этом прогнившем городе. Ох, ебать. Мишка должен меня напугать. Страшное живот впереди. Потому что в доме Ванхорна мы натыкаемся на тайник. В тайнике, спрятанном в этом укромном месте, находится послание, оставленное важным человеком в жизни героя незадолго до своей кончины. Герои не должны были говорить правду из-за данного обещания. Но обстоятельства требуют это обещание нарушить. Теперь, чтобы избежать грядущих... Нахуй ты, ёбаный сын, блядской говношлюхи, это показываешь, блядь, пидорас ебучий, блядь. До этих высеров ебаных, которые ты вчера посмотрел на кино ТВ, блядь, ещё до хуища было такого, блядь. И в книгах, блядь, и в залупинках, блядь, сидит он, блядь, показывает свою хуету, блядь, ебучую в Сантикафе, блядь. Ёб твою мать, блядь, какой же пидорас ебучий, блядь, сука, нахуй, блядь. Какой же ёбаный, блядь, сука, кусок ебаного говна, блядь, это просто пиздец, блядь. Сценарик андемли 3, блядь. Какой же я ебучий, ты ёбаный, блядь, сука, сын ебаной шлюхи, это, блядь, просто худший кусок ебучего говна, блядь, в мире, нахуй, пидорас, блядь. Невозможно, нахуй. Герой всё же должен узнать, что скрывает прошлое, и правду о своих родителях, которые были не теми, кем казались. Из-за своей важной роли в жизни общества, родители героя были убиты. Перед смертью они успели уберечь ребёнка от своей судьбы. Но теперь могущественные силы, ответственные за смерть родителей, узнали о ребёнке и видят в нём угрозу. Что это, блядь? ...и дать злу отпор. В общем, да, родители Итана были заодно с культом Ора, но вышли из него, из-за чего их убили. На Итана, как на их отпрыска, теперь тоже объявлена охота. Классный и оригинальный сюжет, впрочем, суть не в оригинальности. Если детективный хоррор-триллер выкидывает твисты, характерные для попсовых комиксов, или, что ещё хуже, для экранизации Лары Грофт, то это однозначно беда. А ещё оказывается, что Бан Хорн выходил своего племянника, серийного убийцу Икс, а тот его и прикончил. На этом с откровениями всё, на домик нападают вооружённые силы бюро. Выбравшись из-под облавы, Итан принимает звонок Розы. Перл пропал, а Дорланд и его люди нашли серийного убийцу Икс. Зачем он нужен Дорланду, сам чёрт не разберёт. Но похоже, что это делает Икса нашим союзником. Итан отправляется на перехват. Во-первых, с одной из городских площадей мы путешествуем в Боулинг. А Боулинг оказывается по соседству со школой, которую мы уже посещали в первой Кондент. Но, внимание, это рискует сойти за придирку на ровном месте, но я скажу. Меня одного смущает, что по соседству со школой для трудных подростков находится Боулинг. Как-то, опять, локации выпадают по настроению. Если школа рисовала страшные картинки того, как покинутые миром не собираются... Чего, блядь? Где он эту хуйню взял в первой части? Это же залупа, которая существует в игре только в поезде, когда ты на него прыгаешь, блядь. Чё за хуета? Чё ты этот пидорас, походу, блядь, я не знаю. Чё-то не то тут, блядь. Вот эта залупа в руках, блядь. В игре, блядь, как и топорик мясной в единичной хуйне, вот в той скриптовой залупе, когда ты поднимаешься на поезд, всё. Где он мог взять, блядь, сука, в школе, блядь, вот эту хуйню с поезда, блядь. Чё за хуйня? Совершеннолетние детишки постепенно превращались в мрачных каннибалов. То, что рассказывает Боулинг? Как какой-то бедняга выбил всего два страйка подряд из трёх, не получил халявное пиво и слетел с катушек, начав убивать? Блядь, что ты не считал. Здесь же мы наткнёмся на старую добрую знакомую, повариху. Мёртвую, не бойтесь, она хорошо сохранилась, потому что морозильная камера, всё тонючли. И даже в мёртвом состоянии дамочка способна напугать, пусть и не собственными силами. Почему-то всё самое страшное в сиквеле пришло из оригинала. Взять хотя бы ещё один прекрасный флэшбэк, который ждал нас в одном из зданий пару уровней назад. Приветики, заискивание с предыдущими частями хорошо действует на уровень адреналина в крови. Dead Space 2 прекрасная... Приветики, заискивание с предыдущими частями... Это что за ёбаные пиксели там, блядь? Хорошо действует на уровень... Вот это вот... ...ровень адреналина в крови. Dead Space 2 прекрасное тому доказательство. К сожалению, есть и доказательство обратного. Серийный убийца Икс. О! Которого, да, несмотря на вполне себе смертельную рану, выходили, вылечили, поставили на ноги и отправили уничтожать логику в блокшот. Думаю, вы не сильно удивитесь, если обнаружите, что актёр озвучки сменился и у него. Но здесь разработчики начали подозревать, что игроки, наконец, учуют подвох, и... прикрылись его расхреначенным лицом. Ну что ж, так немного по-другому звучащий голос, хотя бы частично оправдан. Хотя бы ебалом, похоже, блядь. Если бы было немного. Ну нет, это ж надо умудриться. Даже с разорванным в клочья лицом отчётливо слышно, что это совсем другой человек. Он зато единственный, кто похож, блядь. Вы же не думали, что они забудут поиздеваться и над самим персонажем, не так ли? Вся предыдущая игра строилась на таинственной связи Итана и Икса. Итан ловил галлюцинации, в которых смотрел глазами антагониста. Противники работали в тандеме, хотя один из них того не понимал. В конце концов, выяснялось, что оба, по сути, на одной стороне. Ведь что Итан убил кучу людей, добиваясь правосудия, что Икс убивал серийных убийц. Они были на одном... Это серийные убийцы стоят. Ничего этого не было. Вам, наверное, просто приснился страшный сон. Потому что в сиквеле мистическая связь с Иксом превратилась в... Обычную связь с Иксом. Теперь они действительно вынуждены работать вместе, потому что Итану нужна помощь и ответы. А Иксу нужно добраться до культа Ора. То есть ребятам тупо по пути. А зачем Иксу Ора? Ответ на этот вопрос тоже-тоже будет болезненным для любого фаната. Вместо того, чтобы играть свою манипулятивную и маниакальную партию, он просто захотел вступить в ряды Ора. Да-да, чтобы обрести небывалую мочь. Именно для этого он убил Ванхорна и Мэра. Еще пытался расчленить Феррелла. Все они на самом деле члены Ора, и Ванхорн тупо хотел их хорошенько изучить. Собственно, и Итан он хочет вскрыть, но попозже, поэтому оставил в живых. Проигнорируем пока тот факт, что это важная история про иллюминатов прогрессирует со скоростью вируса. Давайте сейчас пострадаем по поводу того факта, что Икс из холодного, расчетливого психопата, изо всех сил перенаправляющего свою страсть к убийствам на благое русло, превратился в студентку, пытающуюся впечатлить старшекурсность, чтобы они приняли ее в свое братство. А ты точно из Ора? Даже не знаю, как можно ненавидеть Кондемт еще сильнее, чем ненавидят ее разработчики. В итоге герой находит Феррелла и пытается вывести его живьем, но попадает в засаду. Итан отправляется в бойцовский клуб для бомжей. В сто пятисотый раз проворчу, что ну еб твою мать, у нас тут серьезный мрачный хоррор-детектив, вдохновленный фильмами Молчание Ягнятой 7. Ну что вот это вот такое, не говоря уже про почти карикатурную пыточную в подвале. Прежде чем двинуться дальше, я еще одну ремарку хочу сделать. Уж сколько их сегодня было, идем до конца. В прошлом выпуске я хвалил Натана Грига, ручного композитора Монолит, который пишет им музыку ко всему и, в общем-то, до сих пор. Ну а раз уж все не так с Кондемт 2, а то и он решил схалтурить. Либо на нем тоже сэкономили, как на Грэге Грандберге. А что, Грэг-Грэг, какая разница? В общем-то, тут какие-то просто постыдные, совсем неприкрытые заимствования у самого себя, что с учетом, ну, совсем часто встречающихся повторений, очень хочется назвать халтурой. Халтура, блядь. Все, сюжет кончился, блядь. Короче, все это культ, да? Охуенная история. То есть, вот эти пидорасы, блядь, с палками, это, это культ, это люди, блядь, это культисты. Охуенная. Че вообще происходит, ты, сука, блядь, блядосная? Подожди, история Монолит? Так это че, дегенерат ебучий? Про Трон 2.0, про No One Lives Forever и прочее тоже рассказал, что не существует сейчас, а именно в сведении... Про Блад, блядь, про Гет Медивил, блядь, про сука. В одержав победу, мы вдруг обнаруживаем над нами Дорланда, который скидывает на нашу голову нашего же шефа и говорит Деритис. Потом еще много чего говорит, вот краткая выжимка. Феррел под контролем Ора, Дорланд под контролем Ора, все под контрольны Ора. Только Феррел хочет, чтобы Итан присоединился к ним, а Дорланд намерен уничтожить. Чтобы защитить своего подачного в последний раз, начальник-покровитель провоцирует внутри Итана его способности, которые давно уже ищут выхода. И, наконец... Ну, надо отдать должное. Они выждали целых 9 уровней, прежде чем окончательно слететь с катушек. 10, если считать, когда крик станет геймплейной способностью, потому что пока рано. Нельзя сказать, что эта фишка все испортила. Нет, все было уничтожено задолго до. Но все это выглядит, как наглядная иллюстрация пословицы «помирать так с музыкой». Точнее, с голосом. Потому что главный герой натурально превращается в давакина. Плевать на легкий дисбаланс в пользу Томаса, который будет присутствовать пару оставшихся уровней. Плевать на не самую удобную реализацию с точки зрения управления. Беспокойно тыкать по куркам, теряя в мобильности, как-то не очень комфортно. Это все дело десятое. Сейчас важно, что мы официально ебанулись и больше не скрываем этот факт. Поэтому, когда Томас прибывает в магический театр, ты уже как-то ничему и не удивляешься. А право возмущаться у меня уже никто не отберет. Поэтому давайте покидаемся дерьмом в следующую сцену. Итан борется с алкоголизмом. Чуть более буквально, чем вы подумали. Алкодемон выходит на условный ринг, и мы чистим ему морду. Метафоры, да, но больше меня смущает логика такого действия. Зачем? Чтобы руки не дрожали во время прицеливания? Да плевать, это все еще прикольная механика. Но зачем избавляться от внутреннего барабашки, который выкладывает тебе кучу ценной информации, о которой ты сам бы ни за что не догадался? Это тупо нецелесообразно. Забыл, что ли, алкоголь твой друг? В общем, мы одержали победу, но идем дальше в театр. Потому что у нас есть важная задача. Найти последнего известного нам члена Ора, который может дать ответы на вопросы. И этот человек... Волшебник. Скуби-Ду, этот персонаж вдохновлен Скуби-Ду. Не верите? У меня есть доказательства, что разработчики большие фанаты мультипликации. Есть ровно две причины, по которым Мэджик Мэн в принципе существует. Очередное пополнение местного цирка уродов и простор для фантазии в создании босс-файта. Про то, как зашкаливает уровень фриковатости в игре, я уже говорил. А босс-файт настолько унылый и отвратительный, что занимает не больше 30 унылых. Бля, сейчас смотрю на эту хуйню, мне захотелось, блядь, игрушку одну поиграть. Босса-бладшот, все они не вызывают трудностей, но вписывается в эстетику игры максимально хреново. Однако Мэджик Мэн это просто иной уровень. Воистину достойный противник, особенно если за победу над ним вам светит Скуби-Завтрак. После того, как битва окончена, Мэджик Мэн накидывает еще немного экспозиции и растворяется. Вот эти полторы минуты для кого-то стоили уничтоженные атмосферы. А рассказывает он про то, как... Мы теперь перешли на выдуманные термины и пророчества. Рассказывает он про то, что среди Ора существовала такая легенда про лекарства. Средство защиты, которое могло бы нарушить всю тонкую инфраструктуру их общества. Идеальное тело, которое способно издавать звуки, уничтожающие плоть и кровь. Ну и затем, как мы уже говорили, Мэджик Мэн растворяется. База Ора находится на полуострове, куда уже навострил Лыжи Итан. Или скорее навострил Баржу, потому что только она идет по пути. Следующие два уровня это просто вынос мозга, потому что вы проведете их в унылых стычках, перестрелках и фусродах. Пару раз попадутся боссы, сами выберите, кто ужаснее. Железный человек первой модели, серьезный хоррор-детектив или... Босс-вертолет. Не знаю, оба хуже. В конце концов, мы еще раз встретимся с алкодемоном, который внезапно не умер. Я думал, что я тебя убил. Я представляю всех твоих демонов, Этан. Олицетворяю твоих демонов? Он правда так сказал? Искренне надеюсь, что актер по ошибке прочитал заметки сценаристов на полях, а чтобы его не обидеть, реплику решили не вырезать. Иначе правильно, зачем плавно вводить в курс событий через поступки героя, зачем добавлять повествование от окружения, зачем давать игроку самому делать... Давайте вывалим всю мораль в лоб. Вдруг не поймет. Привет, Этан. Я олицетворяю одну из сторон твоей личности. Таких в тебе живет еще много. Чтобы пережить внутренний кризис, тебе надо стать единым со своими чувствами и, наконец, совладать с ними. Это как головоломка только для взрослых? Нет! Это просто как головоломка. Здесь довольно детский способ подачи сюжета. К слову, не надо укладывать реплики в липсинг, если лицо закрыто маской. Ну, тебе в этом повезло больше, чем мне. На пути к финальному боссу все завалено пестрыми кабелями и чудными машинами. На секунду даже бросаешься перепроверить. Ты точно не играешь в Ария 51 2005 года? Нет, не играешь, это все еще кондемент. Пустым будет сказать, что финальная стычка тоже не вызывает восторгов. Она просто пойдет. Но, в конце концов, поверженный Дорланд выкладывает правду. Культ Ора на самом деле был создан, чтобы культивировать насилие в обществе, чтобы защитить людей. Отчего? Узнаем в следующей серии. Итана подбирает вертолет, герой сваливает, конец игры. А, не конец, еще клиффхенгер. Президенту Соединенных Штатов приходит письмо, в котором написано. Лекарство среди нас. Ох, знаю я эти многообещающие подвязки к продолжениям. Никогда ничего путного не получается. Вот такой вот вышла Кандем 2 Бол... А, нет, еще один клифф. Потому что, если что мы и вынесли из работы над продолжением, так это то, что у нас очень хорошо получается разгребать дерьмо, оставленное нами же в конце предыдущей части. Да, кстати, точно, тут же был серийный убийца Икс, с которым мы встретились ровно на одном уровне. Вы вернули его в сиквел только для того, чтобы попридержать до триквела? Кто так вообще делает? Вот такой вышла Кандем 2 Бладшот. Местами мрачная, страшная и даже более смелая, чем оригинал. Местами гораздо... Ну и хуэта, блядь. Это более интересное, как... Ну ты пидарас, ебаный. Фу, блядь. Рыгачка именно ебейшая. Фу, блядь. Фу, блядь. Фу, блядь. Фу, блядь. Все. Все. Говнище, блядь, полное И пидорас этот говноед ебучий Вторая часть говно ебаная Блядь, брекеты они там наваливают, блядь Хуёвое объяснение этим пидорасам, блядь С палками С палками Почему Fear 3 не так плоха, как вы помните? А чё история монолит не написала? Блядь, долбоёв Мальчик знает, что это не монолит? Не, ну вот это что такое боди-хоррор? Боди-хоррор, с английского телесный ужас Под жанр ужасов в кино и литературе, для которого характерно особое внимание к человеческому телу и его трансформациям Боди-хоррор, блядь, сука, самый лютый, блядь, всё, короче, нахуй, блядь Фу, сука, пидорас, блядь, нахуй, уебу этого уёбище, блядь Просто, блядь, худший, блядь, кусок ебаного говна в жизни, блядь Уэс и Флин, блядь, мультфильмы по мотивам, вот-вот это говно ебаное, вот оно, блядь Вот просто, блядь, вот-вот он, блядь Вот это хуесосная хуй, вот этот уёбок, блядь Барнаул, Алтайский край, блядь Вот это чмо ебаное, просто ебаное чмо, блядь Крусейдер Кингс, блядь, он фанат, блядь, вот это чмо ебаное, блядь Вот это чмо ебучее, блядь, вот это чмо ебаное, сука Вот это чмо ебаное, блядь Вот это чмо ебаное, блядь вот это чмо ебаная двор кубиков блять или чё набор кубиков вот это чмо его я вот это чмо пиздец просто насколько биомусор ебаный пидарас блять вот это чмо ебаная гейпс тор блять вот это чмо ебаная мини сходка в питере блять сука визуально приятно не у него там дать если у него там попал где-то в трейс панчи действительно не игрокам непонятно на самом деле если включить это время на какой-то секунды они будут прямо все короче